Миша, как настроение? Супер! Я прям в восторге с утра. У меня прям предотвращение этого вечера было уже очень давно. Серьезно? Да, ну я как человек, который учился на твоем курсе. Я прям ждал этот выпускной очень сильно. И буду в Москве на тоже втором выпускном. Поэтому очень-очень... Кайфово, кайфово. Слушай, давайте поддержим Михаила. Михаил владелец отеля. Я как человек, который до 36 лет вообще не имел своей никакой недвижимости, то для меня удивительно иметь целый отель такой очень прикольный. Миш, мой первый вопрос. Я знаю, что это единственный человек, который поднял здесь руку, который заявил, что он вышел из операционки. И ты поднял руку, что это я. Где ты темнишь? Расскажи. Ну, давай так. Надо определиться с термином. Я как человек науки, я в том числе преподаю в НГУ. И я считаю, что нужно образоваться в определениях в первую очередь. В моем понимании, вышел из операционки, если операционная деятельность занимает не больше 15 минут в день. Я не говорю про разговоры с сотрудниками, с партнерами и так далее. Это некоторая стратегическая деятельность. Соответственно, она не связана с операционкой. Но слегка вот таким враньем попахивает, мне кажется, нет? Ну, как вы 15 минут в день? Я, конечно, может, утрирую, Миш, но поясни, мне очень интересно. На самом деле, я шел к этой стратегии. Это очень смешная история. У меня вот моя команда сидит. Вот Олег, это мой заместитель по руляющей отели. Вот он руку тянет. Он занимается операционкой теперь. Вот, это его вопрос. И когда мы передавали деятельность, я в этом году начинал вести стратегические проекты нашей девелоперской компании, я задавался с задачей выйти из операционки очень сильно. Как я это сделал? Первое. Я поставил себе задачу неделю не появляться в отеле. И это было где-то с 12 по 19 февраля. Я просто 7 дней не был в отеле. Для меня это был дикий стресс. Я прям нервничал. И потом, по-моему, в эти даты, это было до начала спецоперации, у меня был корпоратив. Коллеги меня встречают и говорят, Миша, что с тобой не так? Я говорю, я первый раз в жизни 7 дней не был в отеле за последние 5 лет. И это было прям необычно. Потом я поставил себе задачу не быть в костюме. Потому что я все 5 лет работал в отеле, а я вот так же, как Элинар, проработал во всех отделах своего отеля. Я начинал как помощник генерального менеджера в отделе маркетинга. Почему я начинал? Для многих может это секрет быть. Но дело в том, что я являюсь наследником прекрасной девоперской компании. И мой отец был идеолог этого проекта и привлек меня когда-то поставить официальный сайт в нашей компании. И, соответственно, когда мы начали эту всю деятельность, я два года работал на всех операционных должностях во всем отеле, включая администратора, горничный, инженером, везде был, все знаю. Год был заместителем генерального менеджера по коммерции, отвечал за коммерческую часть, выиграл корпоративную войну в первые полгода, тоже был интересный опыт, кстати, очень крутой, очень весело. И после этого два года управлял отелем как генеральный менеджер, в том числе прошел пандемию, это такой очень крутой опыт. И когда началась спецоперация, я с некоторым восторгом на нее смотрел, на второй неделе, правда, не на первой. Потому что я думал, как круто, что кризис он снова развивает. Почему я так говорю? Потому что у меня команда, она ровно с пандемией идет, и до сих пор существуют одни и те же люди, одна и та же команда, мы вместе идем. И очень круто, когда встречается новый какой-то вызов, а команда вся готова. Она вся знает, что делать, это кризисная ситуация, очень здорово. Поэтому, когда я говорю, что я вышел из операционки, я не занимаюсь операционной деятельностью в отеле. Я сейчас курирую операционную деятельность строительства, но это тоже час в неделю в виде планерок и организационного вопроса в связи с оплатами договорами. Но фактически операционной деятельности нет, она только стратегическая. — Слушай, вот тот вопрос, который я сейчас с тобой молчаливо задаю, то есть получается, ты все знаешь, уже вышел из операционной деятельности и за каким-то хреном поперся учиться ко мне, то есть пришел на курс и пошел, говорит, а давай я поучусь. Где тот уровень? Это редкость для меня, что предприниматель имеет какой-то определенный уровень самосознания, который почему-то решает развиваться и двигаться дальше. Это же какая-то определенная предпринимательская зрелость, когда ты начинаешь куда-то идти. Вот зачем ты пошел учиться и получил ли ты, что хотел? — Твое обучение стоило для меня 49 тысяч. Я понимал, что когда ты будешь что-то рассказывать, если я буду хорошо следить, я научусь делать некоторые вещи, я быстро это отобью. Я отбил твой курс на третьей неделе, когда летел из Афин. Я был в отпуске, когда начался курс. На второй неделе курса я уже отбил его для себя внутренне, то есть эти 50 тысяч я отработал, а дальше только капитализировал эту историю. Мне очень нравится идея, что любое обучение, уже купив 10 раз, я считаю, что я купил его в 10 раз. — Так, ну а ответ на мой вопрос. А за счет чего? Ну то есть человек, который вышел до перцонки, мне кажется, это верхняя ступень предпринимателя, который все уже знает, но, тем не менее, пошел учиться. — Можно у людей проверить. Я прихожу на собрание. У нас вчера в понедельник было собрание, называется Sales Revenue Meeting, и мы обсуждали продажи. Я просто называю, говорю, вот есть такая мысль, у Александра это работает, у такого человека с курса это работает, почему у нас не работает? Давайте будет работать. И сотрудники хотят, начинают делать, потому что есть живой пример, где можно посмотреть. Можно включить видео с курса, можно посмотреть презентацию, можно открыть, как это вживую работает, и это работает. И для нас это некоторый как бенчмарк, соответственно, проверка, что работает. Мы просто это в каком-то смысле копируем. Я как преподаватель, в том числе, цифрового маркетинга, знаю, что есть там условно 104 инструмента маркетинга. Если ты будешь их все использовать, потестируешь, то ты найдешь свои там 30-40 эффективных, которые будут печатать тебе деньги. Все просто. — Прикольно. Отсюда логичный вопрос, Миша, следующий. Какие инструменты маркетинга печатают тебе деньги в 2022 году? Потому что, ну вот, давайте погрузимся в контекст. Для меня во всей картине мира, вот, очень простой вопрос сейчас, Миша, отвечаемся на тебя, чтобы у нас зал чувствовал себя участниками. Вот кто бронировал отели до февраля через букинг? Поднимите руки. Ага. Ну, как бы, типа, логично, да, казалось бы? И мне кажется, что я дико бы вспотел, когда думал, да? Но я знаю, что у вас на самом деле не так. И букинг занимал какую-то долю. Ну, то есть, ну, для меня это прям дикость, соответственно, да? Расскажи чуть детальнее, как бы. Ну, как вы пережили уход букинга и на какие инструменты сделали ставку с точки зрения маркетинга? Потому что для многих людей это тоже будет откровение. Что сейчас работает? — Да, букинг занимал у нас в среднем долю где-то 20-25% выручки. Вот, соответственно, когда он ушел, мы испугались, конечно. Потому что было непонятно, как поведет себя рынок, что он будет делать. У нас было ожидание, что это все перетечет в другие каналы, но оказалось совсем не так. В итоге, если мы берем цифры, то мы сейчас с официального сайта ежемесячно зарабатываем в разы больше, чем раньше с букинга и сайта. — А есть цифры, Миш? Ну, плюс-минус сколько? — Так, ну, хорошо. Раньше мы с букинга зарабатывали условно где-то 2-2,5 миллиона выручки, с официального сайта где-то 500. Сейчас официальный сайт нам приносит, ну, где-то 2,5-3,5 миллиона в месяц. — Выручки. — Почему это произошло? То есть это один из основных каналов продаж, который сейчас действует. Почему это произошло? Потому что мы 5 лет вкладывались в маркетинг, создавали его. Это была моя основная задача в этом бренде. И когда букинг ушел, мы опрашивали потребителей, почему нас стали выбирать. То есть спрос на нас вырос кратно. Мы открываем там WorldStat, смотрим статистики, и спрос на нас вырос сильно. И мы понимаем, что у людей в их голове, что есть в отелях из Новосибирска, это Мариотт, Хилтон и мы. И мы вот закрыли это восприятие клиента. И вот дальше клиенты не смотрят. А им стало лень заходить на букинг, сравнивать тарифы. Они стали покупать нас по тем ценам, которые нам комфортно. Мы еще и цены подняли на 15% в этот момент. Соответственно, и нас стали просто выбирать по новой цене. Вот. Это был достаточно крутой эксперимент. Потом так случилось, что весь рынок поднял цены. Ну, это было ожидаемо относительно роста расходов. И эта история сработала. А если мы поговорим про каналы, которые ты назовешь сейчас, то вот основной канал, который влияет на заполняемость отеля, вот именно на приход новых клиентов. Какая, кстати, сейчас заполняемость? Три цифры в рамках текучки, которые я смотрю, это количество номеров на сегодня, это On The Books, это прирост денег за предыдущие сутки, и, соответственно, ожидаемый доход до конца месяца, который у нас есть в плане… Назовешь их? Так, хорошо. Если мы говорим про текущий месяц, сейчас у нас On The Books на месяц около шести, в предыдущем месяце мы сделали почти 16, нам не хватило 60 тысяч. Вот. Это рекорд. То есть мы побили в ноябре почти все рекорды по выручке, доходам и всему остальному. Почему мы это сделали? Потому что нет ничего лучше, чем люди, запертые в одной стране в плане туризма. Отличная история вообще. Мне очень нравится. Вот. У меня есть один маркетолог, он в Кремле сидит, на нас работает иногда. Вот. А ты можешь уволить его? Ну, я не знаю даже. А записывайся, да? Как мы уже сказали, кто это. Вот. Поэтому… Так, какие каналы? Мы всегда очень внимательно подходили к каналу, связанному с блогерами. Мы три года назад придумали такой проект, он назывался «Миратрип» и называется «ЦА». Это блогерский пресс-тур. Мы стали звать блогеров из соседних регионов. Это Кемерово, Томск, Омск, Новокузнец, Барнаул. И они приезжали к нам на выходные, около 20 человек. И мы всегда с ними взаимодействовали. Это было достаточно круто. И всегда было так. Мы привлекаем 15-20 человек. У них среднее количество подписчиков было от 8 до 35. То есть это такие хорошие… Тысячи. Тысячи. Это хорошие региональные блогеры с достаточно чистой аудиторией. То есть без накруток таких. Хорошие отобранные ребята. Мы с ними работали. Нам они стали приносить деньги. То есть мы их вызывали каждый квартал. Это были разные блогеры. У нас суммарно база около 70 человек сейчас. И мы с ними систематически работали каждый квартал. В итоге в этом году мы уже перестали организовывать данный пресс-тур. Мы организовали его два раза. В апреле… Так. Нет. Мы организовали его. Но смысл в том, что мы стали их вытаскивать ежемесячно в больших количествах на себя. И вот как раз блогеры, они дают очень сильный охват. И это как раз тот способ залезть клиенту в голову. Вот. И вот мы увидели эту историю. Потому что как люди обычно принимают решение. Такой новый рынок, который я увидел. Как люди из соседних регионов принимают решение поехать в Новосибирск. Они обычно увидели у кого-то из знакомых, что вот в Новосибирске прикольно. Например, сейчас у нас стартовала новогодняя столица России. Я, кстати, полностью согласен с Эльнаром, что у нас очень красивый город. Если вот гулять сейчас вот здесь рядом, здесь очень круто. Вот. И, соответственно, мы видим такие события. Начинаем вызывать блогеров. Они приезжают, смотрят. И очень круто работает. И вот блогеры – это один из основных. Потому что охват – это очень важно оказалось для нас. И мы просто встраиваемся в модель потребления. То есть подписчик видит у блогера, что можно поехать в Новосибирск. Потому что там есть рестораны, шоппинг, классные места. Есть что поделать. Мы показываем обычно 6 локаций. После этого человек через неделю бронирует наш отель. Потому что блогеры у нас размещаются. И приезжают. Мы встроились в кастомы Джонни Мэп выбора вот этого. Потому что, условно, девушка посмотрела у девушки-блогера, что она делала в Новосибирске. Потом подходит к мужу, говорит, «Слушай, давай съездим в Новосибирске, прикольно». Мне одному интересно, что делать в Новосибирске или нет? Слушай, это на самом деле главный прикол. Вот меня тоже это удивляло. Вот я сейчас на секунду, Миш. Просто я помню свое… Я какое-то время жил в Екатеринбурге из Новосибирска. Я сам из маленького города, из Белокурих. Я приехал в Новосибирск. Ну, Новосибирск, Новосибирск. Потом я уехал, посмотрел Екатеринбург. Побывал в Казани, где можно просто… Мы в Казани были три дня и гуляли. Там просто ходишь, да? Новосибирск — это город, который построен 100 лет. Самый молодой город — Миллионник. И здесь типа сталинские застройки. И наша экскурсия выглядела примерно следующим образом. Смотри, это метро. Это метро. Вот оно есть. Метромост. На него можно проехать. В центре выходим. Это, пожалуйста, оперный театр. Так, посмотрели. Посмотрели. Но еще можно съездить на Обское море. Это Берский залив. И посмотреть зимой. Сорян, как бы, два места. Это метро и оперный. Экскурсию закончили. Откуда шесть мест? Ладно, за парк. Все, хорошо. За парк еще. Ты вообще не дооцениваешь наш общепит. Потому что люди из Томска, Кемерово, например, в пандемию 2020 года, когда у нас открыли летники, приезжали просто покушать в рестораны. Потому что там этого нет. Потому что, знаешь, надо понять, что есть градация. Есть условно там Питер, Москва. Есть там, не знаю, ЕКБ, Казань, кто-то еще. Потом, наверное, Новосибирск. Я здравоо оцениваю, что Новосибирск где-то ниже них. Но дальше есть остальные города России, которых там 700-800 крупных. И люди могут оттуда приехать и восторговаться от Новосибирска. Прикольно. И чем? Вот что такое? Вот у нас есть гости с этими ребятами. Что им сегодня посмотреть надо? Что вот там топ-6 мест, 10 мест? Во-первых, я сдавал лицензию экскурсовода. Я могу прям провести экскурсию по Новосибирску, но не буду этого делать. Записывайтесь. Вот. Это раз. Во-вторых, у нас, на самом деле, очень крутая история, которая связана с архитектурным стилем конструктивизма. Это, соответственно, некоторый стиль архитектуры, который у нас активно проявлен в начале Красного проспекта. Там, если просто открывать Википедию на каждый объект, там есть награды, которые… Есть здания, которые получили всемирные награды тех лет. То есть здания Советского Союза выигрывали конкурсы архитектуры в то время в мире, в самом начале Советского Союза. Там есть очень много интересных таких примеров. Я, как человек, который фанат вообще градостроительства и вот как строится архитектура, мне, конечно, сильно это понравилось. Вот. Как это все идеи… Архитектура. Раз. Что еще? Давай. Общепиты. У нас очень много хороших ресторанов. Хорошо. Два. У нас есть термы мира, в других регионах этого нет. Три. Аквапарк. Аквапарк, зоопарк и все подобное. Четыре. Зофенарий. А. Театр оперы и балета. У нас, на удивление, сейчас, если вы попробуете что-то купить в театре, всегда все продано, потому что люди голодные до зрелищ и, соответственно, они хотят ходить в такие вещи. Я знаю, что вот Люксед, соответственно, сюда приезжают за шопингом. Да, конечно, очень много людей приезжают в Люксед за шопингом, абсолютно точно. Самое веселое, что я слышу в качестве причины приехать в Новосибирск, это у нас есть и Макс в кинотеатрах. Сейчас это, конечно, не актуально, но раньше это было очень важно, да, потому что люди, которые любят там, не знаю, вселенную Марвел, они приезжали сюда на премьеры, потому что у них максимум там 3D. И это тоже было причиной приехать. То есть люди, которые живут в соседних регионах, они охотно приезжают к нам. И это важный аспект, который я когда увидел, потом превратил это в пресс-тур с блогерами. Это как раз сработало как видящая идея. Слушай, очень интересно, потому что я эту штуку обсуждал с Бойко, владельцем Мариотта, да, и он говорил, что в российских городах средних, как бы, да, вот ни Казань, ни Питер, как бы, ни Москва нет выходного туризма. Сюда, типа, нечего делать на выходные. А ты говоришь, что мы с помощью отеля создали эту потребность, соответственно, и поехали, и она появилась именно к вам, да? Да, так и получилось. Причем я точно знаю, я сообщаюсь с Министерством экономического развития, кто курирует нас как туризм, что мы дали косвенную загрузку и нашим конкурентам. Но здесь не было варианта что-то не делать. Здесь был вариант, мы сделаем, посмотрим, что это даст. У нас этот проект окупается достаточно хорошо. В Роме у нас выше 300%, поэтому еще мы получаем огромное количество охвата. Слушай, смотри, есть несколько вопросов у меня, да? Во-первых, я знаю, что ты построил отель, это не на свои деньги построено, не знаю, сколько это открытая информация, да? То есть вам отдали долю в построенном отеле, то есть стоимость этого отеля несколько миллиардов рублей, и вам просто отдали долю, да? Не отдали, не отдали, мы придумали проект. А, ну то есть следовательно, и вот сейчас давай представим, что вот, ну как бы, как я себе это представляю, да? Я всегда, когда ходил по городу, я, ну, пытался представить вот масштаб мышления, да? Ну вот что я могу придумать? Ну вот мы с женой открыли студию эпиляции, как бы, да? Масштаб мышления, как бы, да? Вот мы открыли чебуречную, да? Их там 270 по России у меня, ну типа, ну тоже масштабность, как бы, ну давай так скажем, да? Вот, у нас есть чистка обуви, ну типа, ну классно, гениально, да? Вот, и у меня все такие масштабы, я как-то меряю на себя, да? А я такой сижу и думаю, что вот есть ряд предпринимателей, которые говорят, ну, типа, а давай отель построим, что там, миллиард, 700 миллионов, привлечем инвесторов, и отель построим на левом берегу и сделаем его прибыльным. Я такой, охренеть, ну как бы, вот можешь описать какую-то логику мышления, когда человек подходит с такой задачей. Как это в голове происходит вообще? Как человек принимает решение, что он готов построить отель? Как это происходит? Опиши. Да, ну, соответственно, моя история, это будет пересказ истории отца, кто хочет подробно послушать. У нас на YouTube есть подкаст с отцом, где мы списали два года назад, на канале Миротеля Новосибирск он лежит, там прям подробно он словами это рассказывает, но постараюсь коротко это пересказать. Ключевой смысл какой? У нас есть инвесторы, у которых мне очень понравилось, ты на обучении говорил одну очень интересную мотивацию инвесторов, я как раз понял, что это так. Есть идея заработать много процентов годовых, а есть идея сохранить капитал. И это абсолютно другая задача. Как раз наши инвесторы, они хотели сохранить капитал. Для них это абсолютно понятная история, что у них есть деньги, они достаточно хорошо зарабатывают, уже какую-то сумму скопили, им нужно проинвестировать куда-то, чтобы этот капитал жил, а отель – это такая история достаточно долгосрочная. Соответственно, инвесторам это как раз было интересно. В этот момент мой отец знал об этом их интересе, он обнаружил землю на площади Карла Маркса, которая выходила на аукцион. Мы выиграли этот аукцион и создали под это дело проект. Соответственно, данный проект изначально в стоимости был 600 миллионов, в итоге он вышел 840 миллионов, это с учетом того, что у нас отель, рестораны и так далее. Почему сумма изменилась? Когда мы начинали строить, это был октябрь 2013 года, досанкционно еще даже, и мы планировали открыть итальянский ресторан, мы планировали там сделать лучший фершенепельный суперторговый центр на левом берегу. Потом случились санкции в 2014 год, Крым и так далее, и у нас покупательская способность населения стала падать очень сильно. Рост курса, уход к куче брендов, отсутствие европейского сыра и все остальное привело к тому, что нам и снижение количества арендаторов на площади Карла Маркса в торговых центрах почти в два раза. Нам пришлось полностью делать реконцепцию проекта, мы стали перепроектировать, и как раз тот момент родилась идея сделать отель, изначально он был на двух этажах, потом на четырех. Изначально это был отель 3 звезды, потом мы посчитали себестоимость материалов и поняли, что нам проще сделать 4 звезды. Причем мы находимся в классе 4+, то есть у нас фактически от 5 звезд останавливает отсутствие бассейна и все. То есть все остальные критерии мы соответствуем. И соответственно отец мой убедил инвесторов инвестировать в эту идею под определенные проценты. Дальше история была такая, что у нас фактически, как сказать правильно, мы не вкладывали своих денег, но мы брали их в долг для реализации этого проекта. Соответственно мы использовали входные деньги кредитные, на них построили, в том числе и собственники инвестировали свои деньги. Фактически да, то есть мы начали с нулем, вот это твоя любимая история, что мы начали с нулем и фактически создали денежные потоки так, чтобы отель был построен и деньги до сих пор потихонечку возвращаем. Охренеть, конечно. Я бы хотел Мишу похлопать вот за это, это же очень круто. Простой парень взял, построил отель с семьей, офигенно. Миш, вопрос, а вернулись ли инвестиции сейчас? Окупился проект? Нет, он еще не окупился. Да, официально с открытия прошло 6 лет, мы 1 декабря отпраздновали как раз. Это было такое достаточно знаковое время, что, во-первых, мы прошли вот эту точку невозврата уже в плане там всех работ и так далее. Наверное, важно сказать будет то, что изначально окупаемость мы на проект рассчитывали от 7,5 до 9 лет в связи с различными там ситуациями. Потом пандемия, которая вычеркнула один год возврата инвестиций. Мы немного заработали в пандемию, но это был реально тяжелый год для нас. И, соответственно, сейчас мы находимся уже с больше 50% денег мы вернули. И, соответственно, дальше возвращаем, возвращаем. Ожидаем окупаемость сейчас от 10 до 12 лет, поэтому еще минимум 4, от 4 до 6. Офигеть. Слушай, а я знаю, что ты говорил, что капитализация отеля выросла. Мало того, что вы окупили, но в большом счете сейчас отель просто технически стоит дороже. Так? Да. Мы построили отель достаточно дешево. Не в смысле, что мы там сэкономили материалы. А мы очень много вещей угадали. Например, мы купили лифты корейские по старым ценам еще до роста курса валют и так далее. То есть было очень много таких решений. Мы вообще, наверное, славимся тем, что мы очень круто успеваем вовремя купить. Это как вот сейчас курс начал расти. Так, сейчас расскажешь, что брать сейчас надо. Ага. Ну, сегодня курс начал расти. Мы еще две недели назад знали, что это начнется, потому что скоро принятие нового пакета санкций. И мы все, что нужно нам на новый объект построить за доллары, мы купили заранее. Все. Очень просто. И, соответственно, мы… Какой был вопрос? Какая капитализация в отеле? Первый вопрос. Насколько выросло в цене? Очень сложно посчитать, потому что есть четыре формулы расчета. Одна из них – это зависимости на прибыль. По ней, конечно, сложно посчитать, потому что это не совсем адекватно. По цене метра, не знаю, квадратного. Потому что у нас есть остаточная стоимость объекта. Дальше есть… У нас было предложение о покупке нашего объекта. Оно было в районе 1,4 миллиарда рублей. Соответственно, оно было некоторое время назад, больше года назад. Соответственно, это та цифра, от которой мы отказались. Нам ее предлагали. Дальше, соответственно, у нас есть некоторое ожидание, как сейчас… Сколько стоит построить наш отель сейчас с нуля? Эта сумма сейчас около 1,6 миллиардов рублей. То есть фактически не имеет никакого смысла продавать это дешевле, если построить такой же новый, будет стоить 1,6. И самое главное, что у нас, помимо этого, есть уже работающий бизнес, не надо тратить время. Уже есть собранная команда, собранные стандарты, высокие рейтинги и так далее. Потому что мы самый лучший отель по этим кинком до его ухода были. Поэтому мы считаем, что наша капитализация где-то в районе 1,8-2 миллиарда. Вот в этом диапазоне мы еще живем. Слушай, прикольно. Давай немножко затронем тему инвестиций. То есть вы привлекли инвестиции, построили. И так как ты еще являешься инвестором в наш проект, то есть мы развиваем проект Yellow, это наша кофейня, на привлеченные инвестиции, чтобы показать такую модель развития франшизи. Чтобы научить франшизи привлекать деньги. Мы в свои две кофейни первые привлекаем инвесторов, которые открыто привлекаются. И ты туда инвестировал. Мы сейчас также рассматриваем инвестиции в IT-компанию Pastilla. Здесь это мой партнер, Олег сидит. И мы туда привлекаем тоже инвестиции, общаемся с инвесторами. И то есть вот есть модель двух типов людей. Есть те, кто зарабатывает для себя, а есть те, кто инвестирует. И ты охотно инвестировал в нас, сказал, да, ребят, классная идея, я готов инвестировать. Следовательно, а вот в чем твой мотив кого-то инвестировать? Это же явно задача не сохранить. Или в чем? Вот как бы, когда приходит человек к тому моменту, что он готов во что-то инвестировать, что внутри тебя происходит? Почему ты становишься инвестором? Во-первых, меня устроил процент. Я не отношу себя к тем инвесторам, которые хотят сохранить капитал. Я пока что хочу просто зарабатывать много денег. Вот. Поэтому здесь мой интерес был в том, что условно я могу вкладывать в свой бизнес, там процент меньше, чем в этот бизнес, который ты создал. Вот. Соответственно, мне было проще инвестировать свои деньги к тебе. Ну, если не то, что проще, а это тот риск, который есть, могу инвестировать сюда, получить больше денег. Ну, и кратно больше. То есть не то, что это там пару процентов разница. Это первая мотивация. Вторая мотивация. Мне интересно побыть с этой стороны, потому что я же нахожусь с другой, который вечно должен и должен деньги отдавать. Вот. И, соответственно, теперь я нахожусь с другой стороны. Ну и мне важно понять эти модели, потому что я понимаю свою долгосрочную стратегию, что я буду действовать, и мне важно понять вообще, как инвестор себя чувствует, какие ситуации бывают, что происходит в кризисной ситуации, что происходит в позитивной, как этот процесс работы организован. Ты там не надо про кризис ситуации, все хорошо будет, я уже напрягаться начинаю. Вот, и, соответственно, для меня как бы это здесь ключевое, даже больше, ну деньги, я их точно получу, в любом случае это будет возврат денег, но появилась с этим, получу опыт крутой развивающейся компании. И еще третий момент, который мне сильно понравился, ты говорил об этом на обучении, что среди инвесторов будет что-то типа совета, которые будут встречаться, разговаривать и так далее, а это мини-комьюнити, комьюнити тех людей, у кого есть деньги. И мне что в этой истории нравится, я в принципе историю сообществами очень люблю, состою уже в пяти, наверное, да, в пяти, и каждый из них, оно дает мне очень многое. То есть я стою в сообществе маркетологов, ивенщиков Новосибирска, сообщество это предпринимательский клуб Level Up, это сообщество Максима Батарева Менеджерское братство и его же сообщество Черные браслеты. Вот, эти пять сообществ мне дают очень много сейчас, и я считаю, что еще одно такое дополнительное сообщество крутых людей, в основном новосибирских, мне даст достаточно много. Прикольно, прикольно. Слушай, вопрос, который я не успел задать, соответственно, но проговорить, а вот ты когда говорил, что вы привозите людей, какая часть людей у тебя все-таки, это приезжие, а есть, так понимаю, часть людей, которые из Новосибирска, вот ты звал здесь людей, кто из Новосибирска, да, пожить в отеле. Какая доля местных, какая доля приезжих? Слушай, доля каждый месяц она плавает, но если сказать, там какие-то минимальные пиковые значения, минимальные они в районе 9%, максимальные где-то 23%. Это доля новосибирских жителей? Нет, это доля людей с новосибирской пропиской. Мы же не знаем точно, где человек живет, мы знаем его прописку. Он может жить в Москве уже давно, иметь новосибирскую прописку, приехать к родителям на выходные. Мы знаем только прописку. Поэтому это не совсем точные данные, но с особой долей искажений это плюс-минус верно. Прикольно, прикольно. Какое вот, смотри, самое главное откровение для тебя 22-го года? Чем знаменовался для тебя 22-й год с точки зрения личного дохода? Увеличился ты или нет по итогу? Да, у меня доход увеличился в 2,3 раза. В 2,3 раза. А за счет чего? Какие главные выводы, почему ты вырос в этом году? Первое спасибо инфляции. Это первое, наверное. Ну, конечно, это шутка. Основное, это, конечно, команда. Мы очень круто сработали в кризис. Мы очень вовремя успели закупить все основные товары, которые дальше начали расти в себестоимости. То есть мы выиграли на себестоимости где-то процентов 8-9 годовых по рентабельности. То есть мы вовремя все купили в начале марта по старым ценам. И очень много на том же запасе ехали до конца года. То есть мы сэкономили достаточно хорошее количество расходов. Это первое. Второе, это надо сказать спасибо нашему прекрасному лидеру рынка в плане цены. Это отель Мариотт, который теперь гранд-автограф. Потому что они назначают цену рынка, и дальше от них рынок формируется. И когда они подняли цену, то есть мы подняли все цены на рынке, но потом они их подняли еще раз. И в этот момент у нас произошла некоторая такая передележка рынка, что клиенты стали платить дороже. И это был очень важный момент, который пришел. Почему никакого картельного договора сделали? Они просто это сделали сам, потому что Бойко сказал, мне надоело продавать мой отель дешево. И, соответственно, рынок подстроился и стало достаточно выше. То есть у нас выросла средний тариф, у нас выросла, собственно, инфляция. Это тоже сыграло. У нас выросла конкурентная цена на рынке. У нас мы хорошо сыграли с расходами. Мы сделали очень много всего в плане маркетинга. Мы запустили, наверное, около пяти абсолютно новых инструментов, которые раньше не тестировали. Это дало дополнительный трафик и доход. И, наверное, самый важный момент, это мы очень круто как команду отработали, потому что за последние девять месяцев именно команда сделала очень большие прорывы. Здесь как раз включен момент, что та команда, которая уже в этих кризисах разбирается, мы уже три года развлекаемся этими кризисами. Соответственно, команда отработала очень качественно. Кайф. Скажи, вот история такая, которую ты рассказал у нас на курсе, заканчивай вовом. У нас была такая история, типа, закончил обучение, всему научился, напиши стратегию. Ну, типа, вот получил знания, что собираешься делать дальше, да? У нас там разные ребята писали, кто-то там хотел запустить франшизу, кто-то вот улучшить, нанять топ-менеджмент, больше вкладываться в маркетинг. Каждый делал свой вывод, да? Выходит Миша, он говорит, можно я защищу свою стратегию. В общем, стратегия такая. Я сейчас построю отель в Дубае, а после этого собираюсь построить город в России. Я такой... И вот у меня есть стойкое ощущение, что у человека, который собирается что-то сделать, у нас высокой долей вероятности получится, потому что я ценю предпринимателя. У меня даже выкладывал недавно сториз о том, что у меня на часах в календаре стоит «Сейчас». Ну, такая надпись, да? Типа, когда я думаю, когда надо начать делать, я смотрю на часы, на электронную, там написано «Сейчас», я такой, ну, значит, надо делать, как бы, да? И те люди, которые что-то планируют запустить в России, например, вот построить город, да? Построить... Ну, как бы, я понимаю, что с высокой долей вероятностью Миша это сможет сделать, да? Возьмет и построит город. Но можешь ли для людей, которые здесь сидят, да, это, я уверен, что звучит... То есть, отель-то построить многие еще там не дошли, как бы, да, следовательно. А тут ты говоришь сразу, ладно, отель, я хочу город построить, да? Вот расскажи несколько тезисов о своем желании. Как ты считаешь на такой вопрос? Почему у тебя получится? Я сформулировал эту цель себе около шести лет назад. Родилась она из очень простой идеи. Моя семья занимается девелоперно-коммерческой недвижимостью. И, соответственно, мы строили крутые объекты. У нас есть экспертиза, мы много чего знаем. И мне очень нравится то, как именно подход этот организован. Я могу там долго рассказывать, на каких ценностях, убеждениях стоит наша семья. Это, наверное, не сейчас этот пункт для разговора. Но смысл в том, что я знаю, что применяя вот эти основные ключи, это там правильно администрирование проектов, придумывание крутой концепции, забота о людях, которые существуют в этом проекте. У нас точно все получится. И дальше рождается очень простая идея построить крутой девелоперский комплекс. У меня родилась эта идея после того, как я побывал в Сингапуре, в Marina Bay Sands. Это такой прекрасный отель. С бассейном, который, да? Да, с бассейном наверху, да. И я, когда узнал, как этот проект построен, то есть в конце 90-х там не было ничего, там было просто море. Пришли инвесторы, купили у Сингапура море. Сингапур очень радовался этой прекрасной сделке. Представляешь, купить просто ничего. Соответственно, они насыпали песок, кинули мосты, начали строить проект, проектировать. Это заняло почти 10 лет проектирования со строительством. И они построили парк будущего, свое казино, музей современного искусства. У них своя частная верфь есть на территории. И самое крутое, у них еще есть свободная территория. Вот это мне больше всего прикалывает, что у них еще есть что строить. Вот это мне больше всего, конечно, удивляет. Но там настолько круто все технологически сделано, они даже сжигают листву, которая падает в парке, чтобы создавать свет в лампочке в отеле. То есть настолько крутая девелоперская идея зафиксирована внутри одного комплекса. И мне это так сильно поразило, что насколько круто это сделано, продумано. Там, конечно, есть косяки очевидные, но на самом деле круто, что есть идеи, которые они реализовали. И после этого я задумался о том, что если делать бизнес, то только там, где можно заработать нормальные деньги. А я считаю, что если уж использовать свой мозг, то только ради того, чтобы делать реально гениальные идеи. Вот моя такая мысль. И, соответственно, я думаю, что если я построю какой-то подобного рода девелоперский комплекс, более современный, более крутой, это будет здорово. Это будет крутой проект, который будет сильно, во-первых, поднимет состояние моей семьи, а во-вторых, улучшит этот мир. Потому что, в первую очередь, убеждение у меня – это то, что нужно делать мир людей лучше вокруг. И это первая идея. А второе, я когда начал изучать проекты, побывал в Москве. Moscow City безумно нравится в плане именно его влияния на девелопмент Москвы, просто невероятно. Дубай, многие другие города. Я когда увидел саму по себе концепцию, как можно менять с помощью маркетинга территорий города, это, конечно, невероятно круто. Мне сильно понравилось. Я узнал о том, что Владимир Седов строит свой город, Доброград, из поселка превращает его в город. Я знаю, что Алексеев – это ДНС, в Владивостоке строит что-то подобное, собирается, точнее, строить. И есть уже люди, которые начали это делать. И я загорелся этой идеей, думаю, блин, а почему мне не построить? Тем более я из Академгородка, я всю жизнь там жил и живу сейчас. И я когда смотрю на город, я понимаю, что новый Академгородок нужен России. Вот я такой же позитивист, как Эльнар. Он говорит, что я уверен, что скоро будут золотые года. Я уверен, что да, тоже они будут 100%, потому что государству придется что-то рожать. И я уверен, что какой-нибудь там IT-город а-ля Силиконовая долина появится. На самом деле, Силиконовая долина – это скопированная идея Академгородка в Академгородке в нашем, в Новосибирском. Они просто приехали сюда в 60-х годах, скопировали, сделали у себя то же самое. Вот, соответственно, но они пошли в IT. Мы более фундаментальные науки. Поэтому я уверен, что какой-то там новый город с IT-направлением, он появится в России. Я хочу, чтобы это было здесь, и хочу приложить к этому руку. А согласно там, почему через Дубай, вот, мне подсказали одну очень крутую идею, что сейчас несколько лет будет очень сложно о чем-то таком договориться. Вот, и, соответственно, нужно куда-то приложить свои силы. Я решил приложить туда, потому что, когда я вернусь оттуда и уже буду управлять и владеть большим комплексом где-нибудь там, на Ближнем Востоке, неважно где, кстати, то здесь будут по-другому относиться люди и будут охотнее верить в такие проекты. Вот создать эту веру в проект, который город – это сложная история, это по бывшим ценам, это 120 миллиардов рублей, соответственно, минимум. А сейчас я вообще даже не знаю, как это посчитать нормально. Вот, то я понимаю, что вот, идя потихонечку, я научился управлять отелем, а отель – это маленький город. Я сейчас построю одно здание, я сейчас запроектирую очень крутые проекты, потом построю в Дубае что-нибудь, потом где-нибудь через пару лет уже начну проектировать свой город, уже получу землю, заинтересую инвесторов, заинтересую власть, потому что власти здесь никуда. И город будет, ну, лет через 10 приглашу посмотреть. Круто. Давайте похлопаем. Давайте похлопаем Миши. Миш, спасибо тебе большое. Это все вопросы, которые я хотел задать. У меня есть специальный вопрос от организаторов, которые должны были обязаны спросить. Рекомендуешь ли ты обучение то, которое я сделал? Только честно ответь. Я очень рекомендую, потому что я выкладывал stories такое. Почему? Потому что я понимаю, что любой нормальный предприниматель заплатят ту цену, которая у нас стоит курс, стоит нормальных денег. Он захочет, если ее отбить по-настоящему, он это точно сможет сделать и достигнуть этого результата. Поэтому я рекомендую, но тут важные моменты, которые ты сам сказал. Важно не сливаться, делать все домашние задания. У нас, наверное, процентов 15 сделали все домашние, не больше. И вкладываться в это обучение. Александр очень круто подсказывает. И, например, я задаваю ему вопросы, он меня раза три поставил в тупик, что чувствовал себя конченным, конечно, дураком. Потому что он задает на такой вопрос, я такой думаю, блин, а почему я сам об этом не думаю? Но я вот пошел к Александру для того, чтобы у него есть своя точка зрения и можно этим пользоваться. И очень рекомендую. Миша, спасибо тебе большое. Давайте Мишу поддержим. Я уверен, что если мы сможем где-то встретиться через 10 лет, то это будет твой город, соответственно. Это очень круто. Миша, спасибо большое. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Давайте поаплодируем будущему городостроителю еще разок. Миша, спасибо большое. Поехали.